Я не знаю, он говорит, якобы он друг моего отца, но я отец всегда был работящий такой. Ну надо про него говорить. Я покупаю 4 баночки. 9 и 4, 36. Все понятно. Благодарим. Давайте 4 баночки нам, еще не знают куда. Это я вам подарить по одной банке хочу. Бери банка твоя. А по чумке банка-то? Ну 900 рублей банка. Банки чистые, берите тогда вот эти по крышке. Так, две, три, четыре. Ну и все. Так, подожди. Две банки вы таких взяли, две таких поставили. Вот это-то, может быть, налить или как, поменять? А как вы его сейчас нальете? Он же твердый. Твердый, никак. Я вчера копал. Мы отдавим 4 в расчете, да? Да, в расчете. И второе, и все. Тару там давали, не все вернули. Вы с меня высчитываете, кто не вернул-то? Какую-то? В прошлом году мы не все же бутылки брали, стеклянные. Ничего. Я кричал, кричал, никого больше нету. Там бабки, кто-то умер. Ну и ничего страшного. Это значит тебе баночка? Тебе баночка. Никиты баночку. Дарю не за деньги. И одно мне спрячьте напоминки. Напоминки привезем. Напоминки привезем. Да. Эти медрополитии неизвестно. Да. Сильно враги не хотели, чтобы он был здесь. Прямо литровали. А почему? Что за враги? Церковники. Так называемые миссионерские отделы. Туда собрались такие, которые плотские люди. Они духовно не понимают. И поэтому от нас отказался Лавионов. Как отказался? Чего? Потому что в объединениях это было? Объединения не было. А было признание акта о каноническом общении. То есть мы их признаем, а не нас. И они доказывают, что мы признаем. И о нас с патриархом неоднократно говорили. И там было сказано оставить в том положении, как есть. И он приезжает. И увидишь, что он радостный. А его враги хотят, чтобы он никогда здесь не был. И говорится, против нас был. Церковные враги. Ну что это за дебаты такие? Ничего не понимают. Прислали сейчас. Разбили на 4 епархии. Одна епархия Славгородская, Каменская. И там нового прислали с западной Украины. А мы говорим, правильно надо крестить. А они там, а католичные. Так он всех, кто с нами будет общаться, за дверью выбрасывать. Я сейчас ей митрополиту сказал. Так митрополит, да это что ж такое? Я говорю, вот такое. Наша сестра, которая ходила ко мне на занятия в университет. И она обратилась, стала христианкой. А переехала в Клочки Ребещенского района. И он ее на улицу выгнал, и она стоит. Тож, снег, она молится. На снегу стоит, маленькие до земли протаяли. Она стоит так, в храм не запускают. Потому что она знается со мной. Понимаешь, а ты говоришь, что как? Лютая неность. Это то, что я говорю, как надо, как правильно. А они же не знают, кисточкой поклопил, плати деньги, ты крещен. Какое это крещение-то? Ну, дедушка Терентия Мурзина, поучитесь, как крестить. Ну, дедушка Терентий меня крестил. Он всю потеряет куврику крестил. Да, и меня крестил, и батюшку. Вот мы знаем, как надо-то. А мы говорим, у меня мать книги не сданы на это. А они католичные, сюда их присылают, и бритые там, и прочее. Ну, вот такое дело. А вот скажи, пожалуйста, если бы Юнадий Павлович бороду отрастил, ты бы не против была? Да пусть отращит. Ему как раз надо. У меня некрасивая богатая. Не, не надо. Скажи, кто выше ростом? Ты или он? Ну, давай, рассудим. Это Виталий новый. А и ты, кто выше ростом из вас? Да, это что? Ну, я мог чуть-чуть. Ты, ты, ты больше, ты знаешь все по сельскому хозяйству. Он не знает. Вчера пошли в лес, он лопатой, давай рубить дерево. Ну, он может что-то другое знает, что я не знаю. Понимаешь, это не просто я так говорю. Ну, я понимаю, что... И он? Один сказал один раз, без бороды нельзя. Еще раз, такой грамотный человек из тебя не знаешь, что ты мужчина. Что-то может доказать, а что ты мужчина, ты это знаешь? А вот почему нельзя его подровнять? Да зачем Бог указал? Почему нельзя ставить? Почему здесь прием, а здесь нельзя? Слово, почему второе выскочил? Еще какое? Ну... Женщина говорит, если растит волосы, ей это честь. А если мужчина, без чести. Все, Павел сказал Коринфянам, у нас Слово Божие. А почему тебе на красный свет нельзя ехать, а на зеленый? Почему? Вот такой порядок. Вас пчелы сразу полюбят. Да. С бородой? Да. А если они закусаться? Десять раз больше. А если туда закусаться? Доверенность Богу. Какая есть. Вот смотрите, Ихоны, Христос, апостолы, пороки, все с бородами, без бородов. Даже смотри, Энгельс, Карл Марс, все с бородами. Да, да, да. Возьми его. Может он просто красиво, когда у него борода. Да не надо говорить, красиво, некрасиво. Ты посмотри у Хо Ши Мина, какая бороденка. Попов, который из наблюдателя радио. Три волосинки торчат, но они тронутые. Вот у нас Чаплин такой. Правая рука, около, рядом был. Патриарха. У него там волосиночки они торсят, и не трогает. Дмитрий Смирнов. Ну бывает такая борода, что там загляденье. Как Бог дает. Вот ты мог родиться ниже. Я к чему это сказал? Ниже. Ты сам себя не хозяин. Это Бог так делает. Пошли. Андрей-то сюда подъедет. Здесь три часа. А к Андрею-то сюда подъедет. Она подает сюда. Зачем вам тащиться туда? Он подъедет сюда. Мы не властны делать. Утром-вечером Бог делает. Что Земля летит в космосе, от нас не зависит. Что корова и бык отличаются от нас не зависит. А почему мы должны тут портить? А если бы... А это может одна, да. А это, а называется мир. Стихия мира. Это мир. А для чего написано? Протопопова. Вот это блудодейная ересь. Это связано с блудом. Блудодейная ересь. Все. И ни один старовер, тем более вы к старообрядческому роду относитесь. А бороду... До старообрядцев ничего, кроме ременной лесовки и бороды-то нету. Никогда не были благовестниками. А ты покажи пример. Я подчиняюсь Богу. И вопрос снятый. Я вот знаю, что у нас посты. Петров, Рождественский, Успенский. Они не евангельские посты. Их потом через четыре столетия вдели монахи. И они мне не нужны. Но я православный. И все отошло в сторону. Все строго соблюдаем. Но у меня к ним желания нету к постам к этому. Я теперь прошу Господи, дай мне, чтобы полюбить эти посты. Я полюбил и без них жить не могу. Молитва. Вот смотри. Вот здесь Алексей живет этот, строится который. Алеша. Вот. У него жена Лея. Ее звать Ангелина. Лея зовут. И она, Господи, молится все. Коза. Охота, чтобы козочка была с сережками вот здесь. Она такая родилась. Я просила белая, родилась белая. Утка садится. Господи, в небо только семь. Утят больше не надо. Семь ровно влели. Все ходят с ним. Самая простенькая молитва. Она это любит. Она полюбила. А другой меня здесь не любят. Приехал новый человек. Его осенью. Завалились солониной. Все. Подставить негде. Меня они любят. Ну, как тебя любить? На руках носить. Ну, наверное, по-своему как-то надо. Нет. Любовь проявляется делами. Делами. И вот мы и показываем здесь. Я люблю Бога. Что Он меня создал. У меня руки все движутся. А отец без руки. Но благодари Бога, что голову не оторвало. Ну да. Ты за все благодари Бога. Вот какой ты есть. Вот какой мой рост. Какой все остальное. Это Бог сформировал меня в утробе матери. В нашей семье самый маленький. Павел смотри какой. Батюшка. Они все выше меня. А Господь меня выдвинул. И я не остался забытый. Вот у Бога как. Вы понимаете, все зависит от Бога. И нашем доверии к Нему. Как мы доверяем Богу, Бог сделает как надо. Ты видел, какую нам линию-то провели за бетон? Я даже удивился. Привезли и возвели. Из-за чего? Из-за Елены Барабаш. А раз к ней провели, теперь любое. Это высокое напряжение. Без угля топить. Нет, это не высокое. Так они салой тут трясли с дня четыре, наверное. Работали. Ну все. Там перекачалось уже. Все. Уходим. Так мы в расчете с вами полностью. Спасибо. Спасибо. Заказывайте сейчас. Ну не знаю. Так. Берите, виситесь. И одна банка моя. Помоги унеси. Берите. Сережа, возьми. Смотри, она вырвется, одна крышка в руке останется. Это ребятам я в подарок, а то у них нету. Я возьму. С Богом. Ну ладно, до свидания. Счастливо. С Богом. Спасибо, Христа. Вас как звать-то? Галя. Галя. А то я Галина. Галина. Может ошибаюсь, думаю. Хорошую песню спела сегодня. А? Песню хорошую спела про Потеряевку. А какую? Вы не слышали? Нет. Он плохо. Он уже плохо спел. А ты что? Ну вот про Потеряевку сама сочинила и спела хорошую песню. А, ну я прослушаю. Прослушаю. А, ну на запись стоит. У меня запись хорошая. Давай. Песня, я думал. С Богом. Песня. 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 Песня.